Двор на улице Осипенко 18 в Самаре стал победителем первой всероссийской выставки проектов благоустройства, а у нас во дворе. Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель управления информацией-аналитики мэрии города Елена Рыжкова. Это уникальный двор с современным ландшафтным дизайном, с продуманным зонированием под потребности жития и со вкусом, а оформил пространство местный житель Алексей Сорокин. Фильм телеканала «Самара Гис» из документального цикла «Обернитесь» вошел в число призеров межрегионального фестиваля православия и СМИ. Работа нашего журналиста Инессы Панченко получила высокую оценку жюри и диплом третьей степени в номинации телевидения «Тематическая программа». Героиня лента «Избранная любить» пережила потерю ребенка, утратила близких, но выстояла и посвятила себя безусловной любви и служению людям. В этом году форум православия и СМИ прошел в Тобольске. Участниками стали 300 российских журналистов. В День памяти Владимира Высоцкого в Самаре прошел 9-й фестиваль «Волга все помнит». Традиционным местом проведения фестиваля стал сквер, носящий имя поэта. Перед началом концерта участники возложили цветы к бюсту Владимира Семеновича. Со сцены амфитеатра звучали произведения Высоцкого в исполнении самарских артистов и музыкантов. Были среди зрителей и очевидца самого известного концерта Высоцкого, который прошел в ноябре 1967 года во Дворце спорта на Молдогвардейской. Это было первое публичное выступление артиста. Короли Советов завершили подготовку к игре с Ростовом. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Напомним, матч состоится сегодня в 19 часов на главном стадионе Самары. Мы будем вести текстовую трансляцию в наших соцсетях. Не пропустите. Субботний матч между Факелом и Акроном рассудит Евгений Буланов из Саранска. Об этом сообщили в пресс-службе Тольяттинского футбольного клуба. Арбитр судил пять матчей с участием Акрона. В четырех из них команда проиграла и один завершился в ничью. Также Евгений Буланов судил стартовый матч Тольяттинского футбольного клуба в первой лиге, который прошел 1 августа 2020 года в Воронеже. Ассистентами Евгения Буланова станут Егор Болховитин и Наиль Цифендинов. Резервный судьей назначен Игорь Панин. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Президиума Госсовета Российской Федерации. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Так, в состав нового Президиума вошел в Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Как выявить присутствие шпионской программы в своем устройстве, рассказал член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. В первую очередь нужно обращать внимание на необычное поведение устройства. Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков. Это может указывать на наличие шпионского программного обеспечения. Эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме. Передавай данные злоумышленникам, сказал эксперт.